Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, сегодня... Время ли сегодня сказки в капюшоне? Ну, похоже, время это подходит. Подходит, потому что всегда должна быть сказка рассказана в свое время. А сейчас приближается время, похоже на то время, о котором я вам сейчас хочу рассказать. Знаете, колдовство. Этот мир держится на колдовстве, на черном, на белом, на магии. Он пропитан ей, потому что колдовство – это энергия, а мир – это энергия. Поэтому он движется именно намерением и колдовством. Итак, драгоценные мои друзья. И много раз наш вот этот серийный мир подходил к грани именно из-за черного колдовства, когда люди овладевали этим искусством, не все, но некоторые, и начинали пользоваться во зло, с корыстью, угнетать других, приносить жертвы, демонам, черным богам, чтобы получить себе знания, получить богатство, власть. И сколько цивилизаций, могущественных, красивых, на этом колдовстве, на этих черных жертвах погорело. Потому что, в конце концов, напряжение возрастает, когда вы колдуете, и земля не выдерживает. Начинаются катаклизмы, и в конце концов происходит даже смерть цивилизации. Многие цивилизации на этой земле ушли. О некоторых вы знаете, может быть, помните по сказкам, по историям. О некоторых вообще вам неизвестно. Знаете, сколько их было. И часто бывают эти критические времена. Но бывают они действительно, когда цивилизация рушится, и мир обращается, ну, как бы в прошлое начинает свое движение, строительство почти с нуля. От старых зданий остаются только камни. Только легенды передаются из поколения в поколение о гордых атлантах, о гиперборейцах и о других, которые еще дальше отстояли в эти тысячелетия. Когда вы думаете, что были века тысячелетия. Тысячи, тысячи, тысячи лет. И вот сейчас, друзья мои, наверное, время, когда мир тоже подошел. Потому что колдовство, хотя вы его не видите, оно процветает. И здесь, именно в этом государстве сейчас творятся страшные вещи. И жертвы, человеческие жертвы. И людоедство, поедание сердец, младенцев. Ох, невинные девственницы. Как это все бывало уже не один раз. Опять эти черные души достали эти фолианты и начали выковыривать эти темные обряды, думая, что они получат счастье. Мир подходит к грани. Рухнет ли он? Ну, у меня такое впечатление, что нет. Потому что бывали времена, когда мир подходил, Но некоторые люди, сущности, боги разряжали эту ситуацию. Она оказывалась незаметной для большинства людей. То есть мир не рухнул. Цивилизация не остановилась, а продолжала движение. Просто происходил такой всплеск. Черные сущности, черные культы уходили. Проваливались черные миры. Им открывались порталы, и они уходили черными караванами. Так бывало не раз. Бывало, что цивилизация рушилась. Бывало, что нет. Как думаете, вот сейчас, какая грань? Рухнет ли цивилизация? Упадем ли мы в темные века? Или просто произойдет маленький кризис, И мы потом, может быть, узнаем сказку? Уйдут просто некоторые правители, черные колдуны, Люди, которые баловались кровью младенцев, Купали себя, пожирали девственниц сердца. Ну, друзья мои, сейчас это все происходит. Поэтому сказка, наверное, о тысячелетних событиях, Но в чем-то она связана и с сегодняшнего времени. Потому что некоторые души, которые были тогда, Они присутствуют и сейчас в этом мире. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Но все это происходит сейчас. Итак, драгоценные мои друзья, Греческая цивилизация, Великие греческие боги, Великая страна, которая империя, Которая распространила свое влияние На все среди земноморья. Боги были великие, Греки были сильны. И помните, наверное, сказку такую известную О Минотавре, О каком-то быке, который жил В лабиринте и пожирал Девушек и юношей, Прекрасных, которых поставляли ему. Да, сказка она такая. Но было это все немножко по-другому, Друзья мои. Немножко по-другому. Потому что это был не один бык. Это был черный культ. И находился он не на острове Крита, Не еще где-то, А на периферии Греческой империи, В районе Черного и Азовского морей. На этом перепуте, Тогда там было совсем немножко по-другому. И там были вот эти дворцы и храмы Темного культа, культа быка. Они поклонялись, Ну, назвать это божеством нельзя, Демону. И они распространили свое влияние На всю греческую цивилизацию И даже дальше. И настолько это было оморочено, Что люди сами хотели принести себя в жертву. Со всей империи, Из дальних концов, Из разных городов Присылали туда лучших юношей И лучших девушек. Для того, чтобы они становились жрецами, Чтобы они поднимались, Получали духовное развитие. Все было добрее. Вот эти силы добра, Эти войны света. Тогда эти разговоры, друзья мои, О богах так и были. Но никто не понимал, Что чем чище, Чем белее одежды, Тем чернее души. Точно так же, как и сейчас. Те, кто кричит о себе, Как воин света, На самом деле, Является мерзкой, отвратительной тварью. Если только поскрести пальчиком, Да, то вот эта вся белая одежда, Такая откроется чернота. Не просто чернота, А вот мерзь и слизь людоедов. Сколько их, Малых и больших, Проснулось сейчас. Знаете вы всех. Я на многих указывал вам. Прямо указывал пальцем. Маленькие людоеды, Большие людоеды. Ох, друзья мои. Пожиратели детей. Пожиратели удачи и счастья. Сколько их проснулось сейчас. Были ли они тогда. Выбрались ли они за тысячи лет Из этих темных подземелий Преисподней Вверх в наш мир, Чтобы опять, Опять насладиться Страданиями жертв и кровью. Возможно, возможно. Ну, друзья мои, Чего тянуть? Рассказываем. Рассказываем, как это было. Культ БК, Культ Минотавра. И действительно, Этих девушек и юношей Привозили. И что потом с ними случалось? Ну, говорили, Что они отправляются В верхние миры, И что боги рады им. На самом деле, Такие ж зверские обряды. Да, там были Медные большие быки, Где этих юношей Туда клали, И они думали, Что они будут Посвященными жрецами, Но их просто начинали Жарить там, Живьем. Они вопили, Из глотки БК Раздавался Вот этот орев. Там было сделано, Как труба, И звуки, Какая зверская музыка. И жрецы Наслаждались этим И услаждали Энергии страданий. Долго жарили На медленном огне, Чуть-чуть затухая, Потом опять, Чтобы человек Часами пропаривался. Часами, Пока кости его Не становились мягкими. Чтобы он был живой До последнего момента Энергию страдания. Потом эти тела Доставали Пряностями, Цветами И на столах Жарили, Ели их. Девушек, Ну, Какие только Изощренные Обряды. Ну, И юношей тоже, Да, Вот, Насилие. Каких только Изощрений не было. Друзья мои, Об этом Вспоминать Даже сейчас Страшно. Таких Таких вещей, Наверное, В этом мире Еще не придумывали. Резали, Насиловали, Жгли. Долго, Мучительно. И поток Этих юношей, Девушек Из разных городов Приходил, Приходил, Приходила энергия Страдания, Накапливания, Расплачивались Демонами Этой энергии. Им давали силы, И правительцы Слушали и боялись Этих жрецов. Боги. Где же были боги? Где же были боги? Боги, Знаете, Нас не вмешиваются В этот мир, Как это казалось, Не вмешиваются Громом и молнией. Да, Они могут Сделать Наводнение, Могут Землетрясение. И вот, В какой-то момент Чаша терпения Была переполнена. И мир Готов был Рукнуть. Вот тогда И вмешались боги. И в этот мир Пришли души, Чтобы остановить, Потому что этот культ Длился Достаточно долгое время. Ему было Больше двухсот лет. Ну вот, Апогей такой, Да, Вообще вот это Кровавое. Поначалу это был Маленький культ. Культ тоже О добре. В белых одеждах Ходили они, Эти жрецы, Свинками. И пели песни Благие Жили свечи. А там Там была Мерзость, Страх, Боль, Людоедство, Каннибализм. Да, Друзья мои, 200 лет культа. И земля готова была скинуть. И были знаки. И Тогда Вмешались боги, Вмешались люди. Наверное, Действительно, Те силы, Которые никогда не кричат о себе, Что мы светлые, Что мы белые, Что мы воины света. Они не говорят, Они делают. Они приходят, Эти души. И в какой-то момент Сын царя, Далекого царя, Воплотился, Воплотился. И Наверное, Он знал, Знал все. Да, Вот как-то это души, Они вроде отдельно, Вроде вместе познают это. И он Решил тоже стать шрицом, Поехать туда, В этот, В этот, В эту, Так сказать, Столицу, Столицу колдовства, Как жертва. Он принес себя в жертву, Потому что он знал, Что там творится. Он знал, К нему приходили, Ему говорили об этом. И он должен был прервать это. В этом Участвовали многие. И Я спрашивал Людей, Помнят ли они, Некоторых людей. Да, Какие-то воспоминания. Кто-то был не человеком, Сидел на плече Старого Бога С посохом. И Смотрел С высокой горы, Что будет происходить. Он был посланником. Он Каркнул в тот момент. Он остановил своим карканем Злой обряд. Он Сумел это. Кто-то Был Вот Да, Не буду, Не буду говорить об этом. Об этом Сын царя С девушками и юношами Поехал туда. Как его звали? Тесей? Нет, имя было совершенно другое. Потом все переделали, Переиграли. И Тогда, Когда Он был лучшим блюдом На этом На этом Пиршестве. Да, Должен быть Пожарить и обряд, Потому что Сына царя Должны были Принести в жертву И сожрать. Но его должны были подготовить. Его долго Умасливали. Долго Говорили с ним. И Вот Главный жрец Надев голову быка Должен был Поднять Свой нож И Вырвать сердце Из груди Нашего героя. И в этот момент В этом зале Когда сидели Сидели Вот В амфитеатре Сидели все эти В белых одеждах И ждали Когда же Это сердце Вырвут Из груди И Начнут По куску Отрывать И давать Всем Причастие Кровавое Причастие Потом Начнется Орги И всех Вот этих Юношек Которые Сидели Где-то И ждали Посвящения Их будут Насиловать И жрать Пожрать Бросать Кости С собакам Бросать Кости Ручным Львам Да, Друзья мои Ох Какие Мистерии Творились В этот момент И Это происходило В одном месте Друзья мои Которое Я вспомнил И нашел Там как раз Образовался Портал Прогал В тот момент И горы Схлопнулись Ушли туда В тот момент Когда Казалось Омороченный Юноша С закрытыми Глазами Лежал Окруженный Ароматными Цветами И ждал Посвящения А Жрец Такой Уже Седовласый Толстый Седой С белоснежной Улыбкой Смеясь Говоря Я принесу Тебе счастье Достал Медный Кинжал Юноша Открыл Глаза Потому что Не выпил Он тот Напиток И в этот момент Каркнул Ворон Это карканье Когда оно было Где-то далеко Гулом Пронеслось По залу И этот звук Всех Охранников Всех Этих Белых Колдунов Привел В какой-то Ступор Это был Колдовское Карканье И тогда Юноша Нанес Свой Удар Маленький Острый Стилет Длинный И острый Он Сделал Этот укол В сердце Жреца Глаза Его Удивленно Раскрылись Он был В маске Но там А вот эти Он Ждал Что сегодня Будет день Его триумфа И Огромные Жертвы И все Это даст Ему еще Больше Могущества У них Были Планы Дальше Весь Этот Мир Эту Маленькую Планетку Подгрести Под себя Но Этот Тонкий Стилет Блестящая Медная Игла Пронзила Ему Сердце В этот Момент Все Онемели Все Тишина Тишина Только Отзвук Эхо Каркани Ворна Раздавался И Юноша Ударил Выпавший Меч Да Вот этот Медный Кинжал Из руки Минотавра Он Взял И Ударил По Ложу С цветами С которыми Он встал И Здесь Задрожало Все Ложа Раскололась Образовалась Большая Воронка Все Начало Сыпаться Все Начало Сыпаться Эта Воронка Начала Открываться Все Больше И Больше Жрец Не Могли Пошевелиться Они Падали И Вместе Жрец Стоял Он был Мертв Но он Был Еще Жив И Сужився Он Смотрел В эту Бездну Где Открывалось Далекое Красное Пятно И Сын Царя Толкнул Туда Минотавра И Прыгнул Туда Запечатав Своей Силой Своей Энергией Все Это Воронка Закружилась Все Жрицы Весь Этот Все Это Здание Весь Этот Город Обрушился Туда Образовался Кратер Вулкана Были Еще Жрецы Которые Проводили Свой Курт Собирали Но Очень Быстро Они Стали Погибать Умирать Просто Умирать Уходить Дорога Черного Каравана Еще Наверное Последние Жрецы Лет 10-15 Бродили Пытаясь Скрыться Сорвав Белые Одежды Притворяясь Торговцами Притворяясь Крестьянами Но Печати На них Стояли Они Все Ушли В эту Бездну Но Уже Не Физически А Души Ушли Кто Был Тут Минотавр Кто Был Тот Юноша Кто Был Тут Ворон Кто Был Кто Был Тот Старик Что Стоял На Горе Кто Эти Люди Кружились Они Кто Были Эти Жрецы Да Друзья Многие Персонажи До Собираются Черные Караваны В какой Момент Специально Чтобы Разрядить Чтобы Все Человечество Не погибло Чтобы Движение Продолжалось Просто Убрать Санитары Леса Убрать То Что Может Привести К Разрушению Сейчас Возможно Где-то Не там Не на том Месте Не на том Месте Где Остался Этот Разлом Где Фонит Еще Энергия Где Есть Проход В тот Мир Куда Рухнул Минотавр Со Своими Слугами И Друзьями Наверное Где-то Здесь Произойдет Что-то Подобное Потому Что Приходит Срок Когда Черный Караван По Темным Тяжелым Пескам В Тяжелом Воздухе Пойдет В Нижние Миры Стена Зная Страдая Наверное А может быть И нет Кто знает Сказки Они Есть Сказки Друзья Мои Сказки Есть Сказки Кто Были Эти Люди Узнают Ли Они Семя Вспомнят Ли Они Семя Все Драгоценные Мои Друзья Вот Она Старая Сказка От Дядюшки Мистика Сказка В капюшоне Будут Они Еще Или Это Последнее Историй Там Много Но Когда То Надо Начинать А когда То Можно И Завершать Посмотрим Дадут Ли Боги Говорить Или Зальют Раскаленным Свецом Горло Вашего Сказочника Знают Ли Каркнет Ли Где Нибудь Ворон Завоют Ли Где Нибудь Волки Побегут Они Вырывая Сердца У Войнов Света Так Называем Побегут И не раз Все Пока Счастливо